Здравствуйте! Мы сегодня обсуждаем аппарат Epson Stylus Photo PX660 с подключенной к нему системой неперерывной подачи чернил. В чем его нюансы, на что нужно обратить внимание для того, чтобы он максимально долго и качественно для вас служил. Так как тут установлена система неперерывной подачи чернил, когда заканчивается чернила, ну естественно принтер не может никаким образом знать, что к нему подключена система неперерывной подачи чернил. Он думает, что у него стоят обычные оригинальные картриджи и он следит за их уровнем чернил. Когда они заканчиваются, якобы принтер нам об этом сигнализирует. Тут будет сообщение соответствующее, делаем то, что пишет аппарат, нажимаем ОК и так далее. Картриджи переезжают в положение для замены картриджей, вот сюда, и нажимаем на кнопочку. Ищите у себя таким вот образом. Самое главное не крутить ее, не вертеть, чтобы не отломать. Нажимаем, держим, секунд десять отпускаем, опять нажимаем ОК и принтер опять как бы заправляется, хотя на самом деле чернил у него может быть целая куча. То есть такая вот хитрая система. Дальше, на что нужно еще обращать внимание? Регулярно печатать. Один раз в два-три дня обязательно печатаем, причем всеми цветами. Вовремя доливаем чернила. Как доливать? Сняли воздушный фильтр, закрыли маленькое отверстие, открыли большое, сюда заливаем чернила, где-то пол сантиметра, сантиметр от верхнего края не доливаем, чтобы пробочка у нас могла закрыться. Закрываем пробочку, открываем маленькую пробочку, вставляем воздушный фильтр. Если воздушного фильтра нет, его просто-напросто не вставляем, просто маленькие пробочки должны быть открыты, большие закрыты. Это рабочее состояние системы. Чернил в маленьком отсеке, вот этот вот маленький отсек емкостей, чернил практически не должно быть, ну где-то там пол сантиметра, сантиметр. Чернила должны быть в большом отсеке, иначе будет разбалансировка системы, и она будет работать некорректно. Для того, чтобы ее сбалансировать, берем эти бутылочки, ложим, чернила стекают в большой отсек из маленького, и все становится на свои места. Если у нас какие-то проблемы с качеством печати текста или еще чего-то, то есть пропуски по-простому, заходим в установки, техобслуживание, и вот есть у нас прочистка головки. Нажимаем прочистка, и принтер сам себя чистит. Самое главное перед прочисткой убедиться, что у нас есть чернила всех цветов в емкостях. Иначе, если чернила закончатся, затянет воздух в систему, и из системы воздух попадет в печатающую головку, что очень плохо. Поэтому этого допускать совершенно нельзя. Регулярно заправляем, заливаем чернила в систему, как я уже говорил. Мы можем сделать еще проверку DUSE, то есть, что это такое? Это принтер печатает всеми цветами полосочки специальные, по которым мы можем судить о качестве печати нашего аппарата. Если есть пропуски, делаем прочистки. Если пропусков нет, замечательно. Такой распечатки раз-два-три дня будет достаточно для того, чтобы принтер был у вас постоянно в рабочем состоянии. Пока печатается, продолжаем наш рассказ. Если печатается криво изображение, вот есть лента-энкодера, которую аккуратненько протираем не агрессивными, не абразивными веществами. Например, средство для мытья стекол. Вот видите, у нас есть пропуски и на черном, и на всех остальных цветах. Ну вот на синим нет. Вот. И считаем обязательно количество. Должно быть 6, так как это фотопринтер. 6 должно быть у таких вот диагностических лесенок, назовем так. Если пишет принтер ошибку, что что-то мешает передвижению каретки, смотрим, чтобы шлейф не мешал передвижению каретки с картриджами. Либо смотрим, очень часто попадают внутрь всякие разные посторонние предметы. Типа вот таких вот этих вот штучек падает внутрь. Если проблемы с захватом бумаги, смотрим, чтобы вот там вот, где вставляется бумага, не попадало ничего лишнего и ненужного. Следим за тем, чтобы упор для бумаги придавливал плотно бумагу, но без излишних усилий, чтобы бумага в принтер заходила ровно, без перекосов. Все. Принтер замечательный. Данный аппарат проработал у человека уже более 10 лет. Он очень довольный, причем он печатает очень много. Поэтому аппараты достойные. Всем успехов. Пока. Продолжение следует...